Господа, добро пожаловать на новый видос. Мы с вами уже видели много разных модов на оружие и инструменты, но еще ни разу не затрагивали аддоны на NPC. Пришло время исправить это недоразумение и посмотреть топ-10 интересных и необычных аддонов, добавляющих в ваш Гаррис мод NPC. Не будем долго тянуть, усаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Десятое место. Хранители Бездны и Темный Дух. И великолепный мод для любителей Дарк Соулса. Если вы играли в третью часть, то наверняка запомнили Хранители Бездны, а если не играли, то срочно исправьте это. Данный мод разожжет огонь в вашей пятой точке, а вы испытаете вьетнамские флешбеки. Ведь теперь вы снова сможете сразиться с этим боссом. Причем поражает то, с какой точностью автор воссоздал эту битву. У босса точно так же, как и в оригинальной игре, имеются различные мувсеты, музыка и даже собственная полоска жизни. И если вы ему ее снесете, то он перейдет во вторую фазу. Честно говоря, мод сделан невероятно качественно и я просто не мог поверить своим глазам. Кстати говоря, также в паке имеется и Темный Дух. Но на фоне Хранителя он, конечно же, выглядит уже не так эпично. Но сделан тоже не менее качественно. Также у автора есть и другие боссы из Суулса. Поэтому, если вас заинтересовал этот аддон, то обязательно гляньте и другие. Девятое место. Мини-боссы из Resident Evil 5. Меня, как человека, прошедшего все части Resident Evil, очень сильно порадовал этот пак. Собственно, как уже стало понятно из названия, в нем собраны все мини-боссы из пятой части Обители Зла. А именно, Маджини с бензопилой. Палач. Гигантский Маджини. Маджини с мини-ганом. И Женец. Так же, как и в случае с предыдущим пунктом, у мини-боссов фасозны все анимации. А бензопильщик, так же, как и в игре, имеет две фазы. Единственное отличие от оригинала заключается в слегка ускоренной анимации. Потому что в Гарри Смуде скорость передвижения выше, чем в Resident Evil 5. Если вы так же, как и я, любите Resident Evil, то обязательно качайте этот пак. Зомби из Left 4 Dead. Восьмое место. Друзья, без шуток, но с этим модом вы сможете превратить свой Гарри Смуд в survival horror. Он позволяет спамнить вам зомби из игры Left 4 Dead. Причем, что больше всего мне понравилось, так это возможность включить так называемого режиссера. Ну или искусственный интеллект, называйте, как вам удобнее. Который будет самостоятельно спамить зомби недалеко от вас. Мне всегда хотелось найти какой-нибудь аддон, который автоматически спамнил бы зомби. А я пытался бы выживать, отстреливаясь от них. Наконец-то я нашел этот аддон. Самая настоящая годнота. 10 из 10. Седьмое место. Боссы из Террарии. Кто не знает Террарию? Когда-то она была настолько популярной, что ее даже называли главным конкурентом Майнкрафта. Теперь вы можете сразиться с боссами из этой замечательной игры, не выходя из Гарри Смода. Кстати, создателем этого аддона является тот же человек, который создал пак с мини-боссами из Resident Evil 5. Вы можете скачать глаз ктулху, скелетрона, пожирателя миров и их хардмодные версии. Также есть хранитель данжа, и точно так же, как и в Террарии, он будет вас ваншотить при прикосновении. Если вам всегда было интересно узнать, как же выглядят боссы Террарии в 3D, то качайте, не пожалеете. Шестое место. Русские мемасы. Здесь какие-то объяснения будут лишними. Перед вами популярные русские мемасы. Беледжин насрал в кувшин, каменщик, польская корова, да даже есть мясной. Кстати, не забудьте глянуть видео про мясного, если вы еще не смотрели. Ссылочка на это видео сейчас всплывет в правом верхнем углу. Все NPC с соответствующим своему мему звуковым сопровождением. И чтобы не схватить нарушения авторских прав, включать эти звуки я, к сожалению, не буду. Но вы всегда можете скачать их сами и насладиться этими чарующими звуками. Тревор Хендерсон Creatures. Пятое место. На самом деле, существ Тревора Хендерсона в мастерской Гаррис Мода невероятно много. И этот пак лишь один из десятков других. Тут есть живое издание, картун маус, банановый пожиратель. Боже мой, банановый пожиратель, это еще что такое? И даже импостер из Among Us в переплощенном виде. Ну и еще парочка созданий, совершенно неизвестных мне. Кстати говоря, если вы следите за творчеством Тревора Хендерсона, то напишите в комментарии, что это за гигантское желеобразное создание. Ну а вообще, существа и правда довольно прикольные, и на какой-нибудь страшной карте повоевать с ними будет в самый раз. Четвертое место. Слэшер Филмс. Благодаря этому аддону вы можете побывать в шкуре главного героя фильма ужасов. Этот аддон добавит в ваш арсенал таких культовых персонажей, как кукла Чаки, Крик, Кожаное Лицо, Фредди Крюгер и Майкл Майерс. Причем, что мне очень сильно понравилось, так это возможность заспавнить телепортирующуюся за вами версию маньяка. И где бы вы ни спрятались, он все равно появится рядом с вами. Можно еще выбрать, будет маньяк бегать или ходить. Вместе с этим также будет меняться и музыкальная тема. Третье место. Resident Evil NPC. Да, у нас сегодня уже были мини-боссы из пятой части, но в этом аддоне собраны противники из всех старых частей Обители Зла. Даже из Ревелэйшена. Тут есть и Немезис из Тройки, и Регенератор из Четверки, да и просто обычные зомби из первых частей. Также можно включить автоматический спаун рандомных зомби. Но, к сожалению, спауниться они будут только в той точке, которую вы укажете. Не мог не упомянуть этот пак, так как слишком уж он мне понравился. Если скачать карты из Resident Evil, которых в мастерской предостаточно, и включить автоматический спаун зомби, то от оригинальной игры будет не отличить. Второе место. NPC из CryoFear. Не знаю, помнит ли еще кто-то такую игру, как CryoFear, но в свое время она казалась мне дико страшной и интересной. Да и если честно, я и сейчас ее считаю довольно жуткой. Собственно, в нашем распоряжении все противники из этой игры. Очень страшные, отвратительные и опасные твари. Если у вас крепкая психика и мощные стволы, то скачайте этот мод, не пожалеете. И, кстати, если вы никогда не играли в CryoFear, то рекомендую попробовать. Его можно бесплатно скачать в Стиме. Первое место. Minecraft Mops. Я хоть и не особо любитель Майнкрафта, но этот пак мне очень сильно понравился. Так сильно, что я закинул его аж на первое место. Вы можете спавнить как разных монстров, так и дружелюбных жителей, и даже животных. Также можно включить и автоматический спавнер. У всех свои анимации и эффекты. Точно такие же, как и в Майнкрафте. Теперь можно играть в Майнкрафт, не выходя из Гаррис Мода. 10 криперов из 10. А на этом у меня все. Как всегда, не забывайте рассказывать друзьям, оставлять комментарии, ставить лайки и подписываться. С вами был я, BlackRainbow. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok